Привет, друзья! В эфире Болтоблоги. Сегодня мы встречаемся с Яной Ткаченко в Донецке, в городе, который охвачен войной, хоть сейчас вот здесь в кафе. Кажется, что все спокойно, но в городе неспокойно. Вы и Яна администратор очень важной и полезной группы для города взаимовыручка в Донецке. Яна, вот когда пришла первая мысль создать эту группу? Первая мысль пришла в августе прошлого года, после того, как я приехала после отдыха в город, хотя, конечно, отдыхом это было назвать очень трудно, я вывезла семью на море и вернулась, потому что должна была быть в курсе ситуации того, что происходит, и вдруг поняла, что город пуст, в городе не осталось людей, можно так сказать, и неизвестно, что здесь вообще работает, кто тут есть. Какие-то простые бытовые вещи вдруг стали затруднительны, то есть неизвестно, есть ли у нас ателье, работают ли сапожники, парикмахеры, вообще все было закрыто, пусто и очень жутко. И пришла мысль в голову создать, скажем так, такую группу, где люди бы обменивались полезными контактами. То есть у кого-то есть знакомый парикмахер, у кого-то есть знакомый врач, например, который может подсказать, выписать рецепт какой-то, или направить к нужному врачу, мастера по ремонту автомобиля, ну, в общем, все такое. Идея-то, конечно, была не новая, это не моя совсем идея, она была подсмотрена у Артемия Лебедева, если у него проект называется «Фуршет», в общем-то. И, собственно, что мне оставалось в фейсбуке создать группу, назвать ее, почему взаимовыручка, понятия не имею, честно сказать. Ну, как-то мне показалось, это очень хорошее слово, которое предполагает, да, помощь друг другу. Более 8 тысяч человек это оценили. Да, вообще гораздо больше. Нет, ну вот то, что в группе, да. Вот, ну и, естественно, там первые какие-то контакты, это были мои друзья, знакомые, родственники, знакомые знакомых, знакомые друзей и так далее. То есть, если посмотреть в начале группы, как это все выглядело, это было просто объявление. Автослесар, телефон, врач, телефон, ветеринар, телефон и все. Ну, адрес иногда. Я не могу сказать, что как-то группа там вдруг сразу стала супер популярной, конечно, нет. Вот, понемножку мы особо не рекламировались. Вот я знаю, что пара местных сайтов вот дали информацию о нас, что вот есть группа, где дончане скооперировались для помощи друг другу. Ну, так-то оно пошло, пошло, поехало. И за год немножко изменился формат группы. То есть, теперь там не только размещают какие-то полезные контакты, полезные там телефоны, но можно просто задать какой-то вопрос насущный и получить ответ. Ну, вопросы, конечно... Ну, например, какие вопросы были озвучены в последнее время? Последнее, это пропуска. Где можно взять пропуск, купить пропуск, сделать как лучше. Сейчас перекрытые трассы. Народ выясняет друг у друга, кто ехал, сколько стоял на блокпосту, открыты ли трассы. До этого, по-моему, до летом еще была открыта целая ветка по перевозкам пассажирским из Донецка. Въезд, по-моему, по перевозке грузов, потому что люди уезжали с поклажей, с багажом, отсылали друг другу до мебели и домашних животных тоже. То есть, контакты перевозчиков, они там очень ценно кооперируются. У нас есть Лариса Лесняк, тоже дончанка, которая очень тщательно ведет эту группу по пассажирским и грузовым перевозкам, дополняет информацию, там как-то убирает лишнее. Вот это очень такая хорошая ветка. Ну, плюс бытовые, когда на текстильчике включат воду, например, спрашивает кто-то. И люди, которых есть знакомые или те, кто работают в водоканале, говорят там завтра в 16.00. И самое главное, что изначально, ну, это была моя идея, моя инициатива, и я ее стараюсь протягивать вот все это время, группа аполитичная. То есть, у нас не допускаются никакие политические споры. Попытки, безусловно, есть, а как же. То есть, всем хочется поболтать, высказать наболевшие. Я этих людей понимаю, но есть правила группы и нарушители после предупреждения о том, что этого делать не надо, что поболтать о политике можно где-то в другом месте. Они отправляются в бан. Больше в группе не появляются. Сколько человек было забанено? Примерно. Сейчас около сотни. Вот, но это совсем. То есть, бан это последняя, конечно, мера. Я сначала пыталась воздействовать на какое-то сознание. Говорила, ребята, ну, идите, ну, масса групп в Фейсбуке, Вконтакте, в Одноклассниках. Ну, там, давайте, у нас есть только вопрос-ответ. Не надо вот заполнять группу, ну, словословием и болтовнёй. Не надо. Ну, люди не понимают. Есть ещё и тролли, конечно, с которыми тоже бороться приходится. Поэтому, ну, бан. Значит, бан. Поэтому говорю, что в группе вообще могло быть, наверное, уже больше гораздо человек. Но у нас есть ещё премодерация. То есть, я немножко просматриваю профиль у людей, которые просятся в группу. Не то, что я там изучаю, мне просто на это нет времени. Я просматриваю, насколько этот профиль, насколько человек, который вьёт этот профиль адекватный, скажем так. Иногда некоторые, ну, отсекаются даже на стадии премодерации перед входом в группы. То есть, они в группы даже не допускаются. У меня нет никакой предубеждённости, предвзятости. Пожалуйста, на аватарке может быть нарисовано всё, что угодно. Флаг, символ или ещё что-то. Мне это не интересует. Не интересует, что человек пишет и делает в группе. Вот, в первую очередь. Вот. Многие нас ругают, не понимают, обижаются. Ну, самое главное, они остаются равнодушными, да? Это уже хорошо, значит, группа нужна. Как поменялись нужды дончан с августа прошлого года, 2014 по июнь 2015 года? То есть, вот что волновало людей тогда-то, как вывоз, да, то есть выезд из города. Да, да, да. И что волнует их сегодня? Ну, в принципе, их и сейчас это волнует. Ещё добавилась группа взаимопомощи, ну, как сказать, гуманитарной помощи, что-то. И, кстати, это был очень такой момент, который меня поразил до глубины души. Вот эта взаимовыручка людей, которые оказались в совершенно сложной ситуации, без денег, без продуктов, без родных Донецке, они просто, видимо, что от отчаяния писали в нашу группу, что, ребята, помогите, я не могу себе купить элементарных продуктов. И буквально через день, когда я могла приехать или кто-то ещё, мы приезжали, мы обнаруживали заваленные просто продуктами комнаты, вот, и плачущих от счастья людей. Вот это я, знаете, как не то, что я не могла это понять, то есть я понимаю это всё. Насколько люди готовы, да, готовы помогать. У них потребность есть какая-то помогать. Вот иногда пишет человек, какая-то просьба, и я вижу отклики людей, давайте, давайте мы поможем, адрес, номер карты скиньте, мы денежкой поможем. То есть 5, 10, 15 гривен, 8 тысяч человек в группе. Даже если не все там помогут, а поделятся там своей десяткой хотя бы 500 человек, мы уже спасём, ну, достаточное количество людей, причём от нас не убудет. И вот эта готовность дончан помогать друг другу, прям искать, кому бы помочь, это было для меня просто над таким удивительной вещью, радостной, если можно в этой ситуации говорить о каких-то радостях. Это была радостная, удивительная вещь. Да, вот сейчас можно сказать, что как бы, ну, перекос, не перекос, уклон в эту сторону. Люди сидят без денег, люди сидят без выплат, но при этом дети рождаются, старики умирают. Это всё требует каких-то, ну, траты, которые себе люди не могут позволить. Ну что, мы оставим мамочку с ребёнком в роддоме без пакета памперсов? Что, мы не найдём деньги на пелёнки? Ладно, нет деньги, пошуруйте у себя в шкафах. Да, возможно, они просто лежат, эти пелёнки, их можно отдать. Да, вот в августе было в том году, ну, не только август, сентябрь, там, до октября было очень много беженцев в Донецке, которые жили в общежитиях, там, или ещё где-то. Мы туда возили одежду, причём к нам подключались к людям, даже организации. Вот я помню, я перешерстила свой шкаф, я нашла одежду, со мной состыковалась девочка из гостиницы Ромада и тоже передала, она попросила заехать, она передала, там огромный тюк одежды и книжки, и там даже денежку передала сверху. То есть, мы всё это отвезли, люди, по крайней мере, надели тёплое что-то на себя, потому что было уже довольно прохладно. Ну, зимой, я не могу сказать, что были какие-то там кардинальные, да, зимой начались пропуска, зимой началась вот эта вся катавасия, люди стали выяснять, как, что сделать, то есть искать какие-то выходные ситуации. Опять в группе появился человек Макс, 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 у него ник, который вот как-то смог сам организовать поездки на блокпосты и обратно, он может отвезти документы, привезти, да, получить пропуск он не может. Но он может сделать большую часть подготовительной работы, которая занимает всё время и силой. Да, нам стали предъявлять, ну, такие претензии, редкие люди, что, почему люди за это берут деньги, типа, это же самовыручка, почему люди, например, за довоз документов берут деньги. Ну, мы предлагаем бесплатно заняться этому человеку, который критикует, но почему-то ответа нет. То есть я не вижу в этом ничего такого, у человека есть возможность, он её предлагает. Ну, и, по крайней мере, даже если этот человек на этом и будет иметь какой-то свой, пусть даже окупать, это будут его транспортные расходы, но это нормально, да. Ну, по крайней мере, он предложил, и эта услуга очень востребована. Востребована, очень, да. Я смотрю по откликам, всё, и, то есть у меня лично к нему здесь никаких нет, да. Я даже… Нет, ну, мы в любом случае живём в мире товаро-денежных отношений, но вот я заметил одну вещь. А в городе бываю эпизодически, да, мне кажется, люди стали мягче. Ну, вот мне так показалось. То есть раньше мне казалось, что дончане, они такие очень жёсткие, им надо куда-то бежать, торопиться. Сейчас люди менее торопятся, и вот я больше увидел какого-то внимания в транспорте. Какой-то вот такой вот… Ну, как-то вот лояльнее, мне кажется, стали люди. Нет? Ну, я бы назвала это словом «потише». Люди стали потише. Вы знаете, ну, наверное, всё-таки они более напряжены. Мы живём в такой ситуации, когда вот расслабиться, наверное, не очень получается. Вот. Они больше сосредоточены, наверное. Может быть, и поэтому нет времени на какие-то склоки, на какие-то, там, есть и неотношения. Вот. Страх присутствует. Ну, он никуда не девается, конечно. У нас всё-таки война, скажем так. Я не могу сказать, что мы не были-то бешеными, по большому счёту, скажем так. Ну… Ну, может быть, были более отстранёнными друг от друга. Ну, если честно… Может, просто на это не обращали внимание. Ну, может быть, да. Может быть, мы сейчас там присматриваемся к друг другу. Вот. Ну, я не заметила, конечно, там, большой такой лояльности особой, но мы не превратились в зверей, и это, я считаю, самое главное в данной ситуации. Плюс, ну, группа взаимовыручка этому как бы… Да, яркое подтверждение. Это показывает, да. Вот. Самое главное, да, все люди остаются людьми. Вот. Не сходят с ума в большинстве своём, скажем так. Вот. Не звереют. Вот это самое главное. Ну, там, мелкие какие-то… Если вдруг кто-то из зрителей захочет вот оказать какую-то помощь людям, которые вот в беде в Донецке, они могут вот через группу связаться и, может быть, вот… Да. Поучаствовать? То есть, как можно это сделать? Да. Группа взаимовыручка в Донецке. Да. Адрес вы увидите в описании видео. Да. Там есть вторая ещё группа, но она маленькая, там человек пять, кто-то создал клон, но он не рабочий. То есть, вы увидите, наша группа, там символ две руки, которая одна помогает другую. В группе восемь тысяч, может быть, уже будет на этой неделе девять тысяч человек. Вот. Там, пожалуйста, открывайте, читайте. Выбор. Просто хотите, помогайте мамочкам, бабушкам, пенсионерам. Съездите, узнайте, как самочувствие человека. Это самое лёгкое, что может быть. То есть, узнать о том, как себя чувствует, например, там, престарелая бабушка, чьи внуки уехали куда-то и не могут её проведать или дозвониться, например. Только единственное, что я не куратор всех этих людей. То есть, моё дело – предоставили площадку проследить, чтобы люди состыковались. Я не стыкую ни с кем, я не могу давать. И другой администратор тоже не может давать там телефоны, явки, пароли, адреса. Да, пожалуйста, в группе выбирайте. Там выбор просто, кто хочет помочь, тот найдёт. Ну, или да, или спросите у меня, я накидаю несколько ссылок именно из группы с просьбами о помощи какой-то. То ли детскими вещами, то ли деньгами, то ли едой. Ну, у кого что есть, да. У кого что есть, то чем может. Так что это не очень сложно нас найти теперь. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, Яна. И в гостях болтовлогии была Яна Ткаченко. Спасибо за внимание.